Хочу поделиться с вами своим самым любимым рецептом квашеной капусты в собственном соку. Этот рецепт чем-то напоминает классический, который делали наши бабушки, прабабушки, испокон веков, квасили в больших бочках. И может некоторые еще помнят этот неповторимый вкус, насколько она была вкусной. Да, и некоторые запомнили это еще и сейчас вспоминают их с теплотой. А благодаря чему такая капуста была вкусная? Потому что она делалась в собственном соку. Не добавлялась воды, не добавлялась сахара, не добавлялась никакой химии, только натуральный продукт. Поэтому она была очень вкусная. И сейчас, да, можно тоже так же делать. О том, как сделать классический рецепт, я уже снимал видео. А в этом рецепте разница лишь в том, что в нее добавляется еще корень хрена. И я думаю, это тоже многим понравится, потому что она очень вкусная. Особенно тем, кто любит остренькое. Ну, а прежде чем перейти к самому рецепту и результату, я хочу рассмотреть такие вопросы, которые многих волнуют. Например, когда убирать капусту? Потому что разное мнение на этот счет. Кто-то говорит, вот мороз ударил, да, и тогда убирает. Другие говорят, что нужно подождать, чтобы, ну, какое-то время, да, мороз на морозе росла. Только потом. Я специально месяц подержал капусту на морозе. При минус 2-5 градусах ночью были такие морозы. И потом стукнул мороз в минус 10. И как вы думаете, что произошло с капустой? Далее я покажу. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому я покажу, а вы сами сделаете выводы определенные. Зачем нужна морковь или свекла в капусте? Зачем она здесь добавляется? Какой целью? Или, например, зачем нужно протыкать капусту? Палочка протыкает. Зачем это надо? Тоже так мельком этот вопрос затрону. Хотя эти вопросы я уже раскрывал в видео, когда проводил эксперимент с капустой. Тоже интересный эксперимент, можете посмотреть. Ну, а сейчас, прежде чем перейти к самому рецепту и результатам, я рассмотрю вопрос, когда убирать капусту. Что будет с капустой, если оставить ее на морозе минус 10 градусов? Сейчас час ночи. На улице мороз минус 10 градусов. Вот, видно, да, минус 10. 15 октября сегодня. Вот, что с капустой происходит. Она уже сколько? Наверное, на протяжении месяца минус на улице. Ну, вот сейчас последняя вот эта неделя вообще страшная. Вот, минус, да, минус 10, как я сейчас показал. Что произойдет с ней завтра? Посмотрим. Ну, то есть уже сегодня. Думаю, уже больше не буду держать. В меньшем минусе. Она и так вся, вон, в иней замерзла. Ой, сломался листок. А вон, как красиво смотрится-то и ней. Ой, какой красивый. Ломается. Вообще ломается. Как будто фарфоровый, стеклянный. Ну, он ломается. Ой. Смотрите, что с капустой происходит. Ну, надеюсь, уже пора убирать. Что будет внутри. Даже страшно представить. Так, сейчас день уже 0 градусов. Да унесу, давай тут идти-то вот к этому. Ну, вот тут стена будет болеть, на, хватит. Пойдет за ночь? Да. Вот тут одной рукой только, одной левой. Интересно, у нее даже эти... Я когда ночью снимал, у нее это все было в иней, а сейчас росинки. Ну, сейчас опять начали помаленьку замерзать наверху. Оттаяла роса. Корень оттаял, видимо. Ну-ка, сейчас переверну, отресит. Вот он. Но все равно замерз корень. Ну вот. Вон, покрошенный. Ну-ка, не сопливая, тверденькая, да? Тверденькая, хрустящая. Хочешь, может, на зубу попробовать. Да. Хрустит. Так что, минус 10, не страшно. Какой-то, как один, кто-то. Ну, а теперь переходим к самому рецепту. 20-ти литровую кастрюлю я шинкую капусту обычным ножом. Хотя можно использовать специальные шинковки или шинковочный нож. Или можно даже обычной теркой нашинковать. Например, некоторые теркой Бернер шинкуют. И далее я добавляю специальный ингредиент, который придает особый вкус капусте. Это семечко укропа. Добавляю морковь. Примерно вот такое вот количество. Соль. 7 столовых ложек крупной соли. Ну, или можно любую использовать, без разницы. Корень хрена. И все это перемешиваю хорошенько. А сейчас хочу рассказать вам о том, вообще для чего нужна морковь. Я проводил несколько экспериментов. И некоторые из этих экспериментов я снял видео на моем канале. Можете посмотреть. Я проводил эксперимент, заменяя, например, морковь. Свеклой. Или же вообще делал без моркови. Чисто квасил капусту одну. И вот интересно, если заквасить капусту без моркови, то у нее есть сладость, но она очень маленькая. Она более кислая получается. И нет такого своеобразного вкуса, который нравится очень многим людям. А благодаря моркови этот вкус, да, ну, вы достигаем этого вкуса. И морковь, она придает не только вкус, но и сладость. Используя больше моркови, мы делаем ее более сладкой. Меньше моркови, менее сладкой. Ну, и, конечно же, витамины мне есть, которые в капусте нет. Ну, вот получается, какая главная цель, да, для чего нужна морковь. А теперь я ее мну для того, чтобы вышел сок. И если этого не сделать, то тогда нижняя часть заквасится, а верхняя будет подсыхать. И может даже заплесневеть. Поэтому важно, чтобы полностью применить. Вот получается, смотрите, сколько умелости, насколько она. Ну, теперь натираю корень хрена. Кстати, когда терешь корень хрена, то тогда он глаза разъедает. Так же, как лук нарезаешь. Сильно прям влияет на глаза. Особенно если он свежий. Поэтому учтите, когда будете его натирать. Вот натер, что получилось. Сейчас я буду перемешивать с капустой для того, чтобы уложить в банку. Я сел всего один корень хрена на трехлитровую банку. А так надо вообще вот на тот объем, что я сделал где-то 3-4 корня. Таких вот, которые я сейчас показывал. А теперь буду вкладывать. Вкладываю это в банку, используя обычную ложку. Если вы знаете другой способ, более быстрый и лучше, то напишите в комментарии, пожалуйста. И утрамбовываю. Используя для этого толкушку. Как я говорил ранее, без утрамбовывания верхняя часть может не закваситься и подсохнуть даже. А утрамбовываю хорошо. Кроме того, что оно заквасится, сок поднимется до верху. Будет проквашиваться вся капуста. Ну и кроме этого, конечно же, еще и в банку больше влезет. Да, тоже плюс хороший. Ну и получается, смотрите, вот получилось сколько полностью. Теперь от 3 до 5 дней мы ставим кваситься при комнатной температуре от 20 градусов Цельсия. Для чего надо протыкать капусту? Проводя ранее эксперимент, я заметил, что это делать необязательно. Протыкание немного увеличивает скорость закваски. И основная цель, как я понял, это сделать так, чтобы этот сок, он не вытекал наружу. Ну, например, вот сейчас он да, он заполняется. Или вот здесь лучше видно. Это полный уже. Еще немного постоит, он будет перетекать. Протыкая, тем самым мы сделаем так, что сок уйдет обратно. Пузырьки идут, это говорит о процессе квашения. Лучше использовать деревянную палку. Конечно же, палочку, да? А не ножик. Стараться, чтобы, конечно же, не в бок, потому что так можно банку разбить. И учитывать длину. Длина. Чтобы в дно не ударило. Ну, конечно, лучше деревянную палочку. Сейчас протыкаю. И видно, что даже сейчас видно, что она уходит в помпинку. Меньше стало уже. Идеть, давайте. Вот так же. Меньше стало. Так, здесь уже сделал. Проводил разные эксперименты. И эти эксперименты помогли мне увидеть, для чего вообще все это нужно делать. Протыкание и много что другого. на четвертые сутки капуста у меня сготовилась. И теперь мне надо остановить процесс квашения. Что нужно для этого? Надо капусту брать в холодное место. Холодильник, погреб. Даже можно на улицу убрать, если небольшой минус. минус 5, минус 10. И при таком минусе ничего страшного. Капуста все так же будет хрустящая. Если, конечно, слишком большой минус, минус 40, то, конечно же, она станет сопливой при таком большой минусе. Но при минус 5, при минус 10 она будет в нормальном состоянии. ну, конечно же, лучше держаться где-то нуля. А теперь я хочу попробовать ее. Я уже сюда добавил маслица подсолнечного. А можно использовать любое растительное масло, скажем, оливковое или кукурузное и другие масла, которые вам нравятся по вкусу. Тогда капуста будет еще вкуснее. Конечно, я не могу передать вам вот этот запах, вкус ее. Это не передашь, да, пока еще технология не дошла до этого, да. До того, чтобы передавать на расстоянии. Но, хочу попробовать. По крайней мере, видео и звуки можно передавать. Капуста хрустящая. очень вкусная. Морковка придает сладости. Родная сладость у капусты небольшая. Если делать без морковки, морковка делает так, что она становится, можно сказать, доводится до идеального состояния. Ну, прости еще витаминочки определенного морковки. Кроме того, что есть капусти, которые едят, добавляются. Ну, а хрен тоже играет свою роль. Я говорю, это надо попробовать. Когда сделаете, попробуйте, тогда уже будь чем сравненько, говорится. Поэтому, это очень хороший, замечательный рецепт. Ее можно есть, есть, есть даже в таком виде, как я сейчас сделал, просто добавляешь маслице и вообще объединиться. Вам, конечно, желаю сделать вкусную капусту, правильно все. Если что-то я упустил, определенные какие-то, вы можете в других мои видео посмотреть, что-то я там, там сказал, тут нет. Также, буду благодарен вам за комментарии, потому что часто замечаю, что вы пишите очень хорошие комментарии, и тем более люди, которые в этом разбираются, приятно читать такие комментарии. Ну, и смотрите другие мои видео, а с вами я прощаюсь, но не навсегда. До скорой встречи! субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok,